Дорогие друзья, я вас всех приветствую. Перед началом выпуска я вам советую подписаться на мой телеграм-канал, так как именно там я выкладываю скриншоты со своими ставочками. На крайний турнир UFC Fight Night я давал ставочку, которая прошла, поэтому мы продолжаем победную серию. Ну и соответственно будем делать все возможное, чтобы ее продлить как можно больше. В общем, соответственно, ссылка на мой телеграм-канал будет в описании и в закрепленном комментарии. Обязательно подписывайтесь, жду там всех. В общем, в сегодняшнем выпуске мы начинаем серию новых разборов на действительно потрясающий, крутейший номерной турнир UFC 275, который состоится на этой неделе в ночь субботы на воскресенье 11 июня. И в сегодняшнем выпуске мы поговорим о поединке, который носит статус главного боя этого вечера, где Гловер Тейшера, действующий чемпион UFC, будет защищать чемпионский пояс, соответственно, против Иржи Прохаски. Ну, соответственно, здесь нужно понимать, что Иржи это боец, который всего лишь два поединка провел под баннером сильнейшего промоушена мира и сразу же стал претендентом номер один. Почему так получилось? Поговорим в этом видео, также разберем бойцов, поговорим про их бойцовские карьеры, ну и, конечно же, в конце выпуска подыщем вариант для ставки. Погнали к разбору. Начнем этот разбор с Прохаски. Это боец, который в качестве профспортсмена дебютировал в 2012 году. В общем, до UFC успел поучаствовать во многих региональных промоушенах, в том числе Биллс у нас в России, в организации Fight Nights Global, два поединка провел, но, к сожалению, для него здесь у нас не сложилось. Значит, один поединок в Fight Nights проиграл, другой бой свел в ничью, да, соответственно, против Михаила Мохнаткина, скажем так, топового российского спортсмена. В общем, выступал также в Разине, где показывал действительно сумасшедшие результаты, да, где переезжал многое количество, скажем так, неплохих таких бойцов, да, в том числе побеждал нашего соотечественника Владима Немкова. Был поединок против Мухаммеда Лаваля, а точнее их было два. В первом бою Прохаско проиграл, во втором одержал победу досрочно. Также бился против Фабио Мальдонадо, которого победил досрочно нокаутом. Ну и, соответственно, да, идя на безупречной победной серии и отправляя всех своих оппонентов в нокауты, им заинтересовался сильнейший промоушен мира, соответственно, это UFC, куда был Прохаско в дальнейшем и подписан, а именно в 2020 году. В общем, за это время подрался дважды, первый раз, соответственно, в дебютном поединке встретился против Валкана Оздемира, у которого выиграл, причем выиграл досрочно, и крайне свой поединок провел против бывшего претендента на чемпионский поезд Доминика Рейса, которого также смог одолеть досрочно. В общем, переходим к его бойцовским качествам, здесь стоит подчеркнуть, что это действительно боец, который в основном старается работать в стойке, что касается его борьбы, сейчас немножко с борьбы, да, лучше начнем. В общем, в плане борьбы его можно переводить в партер, нельзя сказать, что у него там буквально какая-то сумасшедшая защита от тейкдаунов, но, пользуясь своими габаритами, пользуясь своей физической мощью, зачастую в его поединках, да, он переворачивал ход события, то есть, соответственно, поднимался в стойку и уже в стойке расстреливал своих оппонентов. Что касается ударной техники, то действительно она у него нестандартная, такая оригинальная, то есть выбрасывает удары под таким непривычным траекториям, по непривычным движениям, соответственно, что делает его максимально опасным, и в его руках, да, есть нокаутирующая мощь, не всегда он отправляет прям чистыми нокаутами своих оппонентов спать, да, скажем так, но также зачастую, да, именно в процессе большого количества нанесенных ударов, которые, соответственно, имеют накопительный эффект, благодаря такому, в такой, да, работе у нас получается, что про Хаска выигрывает поединки досрочно, но есть небольшие, скажем так, изменения, вот если посмотреть на его поединки в организации Ryzen и посмотреть в UFC, то лично я для себя заметил такой интересный момент, что в скоростных показателях Иржи Прохаска немножко, скажем так, подзбавил, да, причем значительно подзбавил, то есть если включить по два поединка, да, его один включить с Ryzen, другой включить непосредственно в UFC, да, например, через тот же самый UFC паст, то мы увидим, что скоростные показатели подпросели. Что касается его кардио, то в принципе нельзя сказать, да, что он там просто какая-то кардиомашина, но из того, что мы видели, можно, я думаю, смело заявить, что с бензобаком серьезных проблем у него нет. И переходим мы к действующему чемпиону UFC, это Гловер Тейшера, боец, который профессиональную свою карьеру начал в далеком 2002 году, то есть уже порядка 20 лет он выступает на профессиональном уровне, да, дерется именно в области ММА, в общем, действительно стоит подчеркнуть, что, ну, в начале его профессиональной карьеры, да, дела складывались не лучшим образом, в дебютном поединке в организации ВЭК он проиграл, потом чередовал победы с поражениями, да, в какой-то момент, в принципе, вышел на хорошую победную серию, благодаря достойным выступлениям на, скажем так, региональном турнире Шута Бразил у себя на родине, да, и в 2012 году попал в сильнейший промоушен мира в UFC. Ну, действительно, да, в UFC это был первый его забег за чемпионский пояс, вышел на победу, на хорошую победную серию, побеждая таких бойцов, как Фабио Мальдонадо и Райан Бейдер, соответственно, стал главным претендентом на чемпионский пояс, встретился тогда против Джона Джонсона, которому проиграл, дальше было поражение от Фил Хоуса, это Фил Хоус-боец, который сейчас является топовым спортсменом до организации Беллатр, в общем, после этого чередовал победы с поражениями, да, но в какой-то момент смог действительно подсобраться, выйти на потрясающий стрик из побед, побеждал таких бойцов, как Ион Куцелаба, а также была победа над Никитой Крыловым, дальше проехался катком по Энтони Смиту, после чего встретился с Тьяго Сантосом, кстати, два крайних его бойца, я имею в виду Смит и Сантос, это бывшие претенденты на чемпионский пояс, то есть это очень серьезная позиция, соответственно, после этого уже встретился за чемпионский пояс против Яна Блаховича, шел андердогом, да в принципе можно отметить, что Ян Блахович, Глувер Тейшера, это боец, который на протяжении там крайних четырех или пяти даже его выступлениях, он шел там андердогом, удивлял, да, побеждал в основном-то досрочно, соответственно, Яна Блаховича смог переехать, финишировав того уже во втором раунде, в общем, переходим к бойцовским качествам, Тейшера здесь стоит подчеркнуть, что да, действительно, это мастер бразильского джиу-джитсу, черный пояс третий дан, если не ошибаюсь, у него в этой дисциплине, если вдруг ошибся, ребятки, в комментариях поправите меня, соответственно, здесь стоит подчеркнуть, что очень крутые по таймингу тейкдауны у Тейшера, да, то есть кто-то, посмотря его поединки, может посчитать, что Тейшера это не, скажем так, джитсер с навыками вольной борьбы, да, а наоборот, вольник с джитсерскими навыками, но здесь тоже нужно понимать, ребятки, что до того, как он дебютировал вообще профессионалом в ММА, огромную часть времени, да, и тренировочного процесса он посвящал как раз-таки по тренировкам, да, по вольной борьбе, соответственно, после этого подключил уже бразильское джиу-джитсу, и в совокупности его сделало вот таким вот сбалансированным, да, спортсменом, в принципе, этой дисциплины, ну и, соответственно, также подтягивал бокс, да, да, кстати, ребятки, буквально пару слов скажу еще про его борьбу, здесь стоит подчеркнуть, что у него не только крутой, крутые, да, по таймингу тейкдауны, крутые переводы, но и также у него хорошая защита от борьбы и в самом партере, да, то есть оказываясь в положении снизу, там, сверху, без разницы, он очень круто может сконтрить, да, может занять доминирующее положение, доминирующую позицию, у него потрясающий гранденпаун в партере, то есть, да, действительно, все, что касается борьбы, там просто все на высочайшем уровне, хороший контроль, благодаря которому в основном в своих ранних поединках он-то и одерживает победы досрочные, причем самое главное. Что касается его стойки, да, видно, что, кстати, когда он, получается, подписал контракт с сильнейшим промоушеном с UFC, у него, скажем так, получалось, да, не то, что получалось, а необходимо, правильно, наверное, даже сказать, необходимо было прокачивать скилл в боксе, да, то есть, соответственно, подобрали хорошего тренера по боксу и по истечению, там, 10 практически лет мы видим, что Тейшера максимально спрогрессировал в таком аспекте, как ударка, да, и сейчас можно целиком и полностью назвать его прям максимально сбалансированным спортсменом, очень круто работает в стойке, да, есть также нокаутирующий удар, но в основном, конечно же, старается работать именно в партере, именно в борьбе в партере, да. Что касается его кардио, то вы знаете, для 40-летнего спортсмена у него действительно потрясающее кардио, его нам демонстрируют его в своих поединках с тем же самым Энтони Смитом, которого он лупил на протяжении 5 раунда, по-моему, в пятом раунде он закончил поединок, и не было, да, видно, что Тейшере там срочно требуется кислородная маска, или вот он по кардио просел, нет, с Тиаго Сантоса мы видели ту же самую картину, ну и, соответственно, сказать, что в крайнем его поединке ему нужно было там как-то продемонстрировать силу духа, характер и показать свое кардио, ему это не, ну, скажем так, нужды такой не было, да, потому что уже во втором раунде он с легкостью смог придушить действующего чемпиона UFC Яна Блаховича, поэтому, соответственно, отсюда делаем вывод, что с кардио у него также полный порядок. Таким образом, ребятки, переходим и к прогнозу на этот поединок, и давайте для начала взглянем к котировке букмекерских контор. Здесь у нас с фаворитом идет Ржи Прохаско, коэффициент, а не у него 1,5, в то время как Ловер Тейшера 2,4, ну, примерно где-то 2,4-2,5 коэффициент, и может где-то 2,6, то есть как бы все зависит от букмекерской конторы. Давайте сразу здесь поймем, они в очередной ли раз нас хотят провести конторы, да, выставляя Тейшеру андердогом, как уже, в принципе, для них это в привычной манере делать. Вы знаете, если пробежаться по всем аспектам, допустим, взять оппозицию, то это просто небо и земля, потому что, ну, если посмотреть, открыть даже элементарно, посмотреть шардог, с кем дрался у нас, соответственно, про Хаско, да, мы не берем его бои, допустим, даже если взять его бои в организации Райзен, то там были в основном либо ветераны, либо какие-то пробитые парни типа Мальдонадо, да, либо какие-то вообще бойцы, о которых мы ничего не знаем. В UFC кого он победил? Валкан Оздемир? Ну, хорошо, досрочно, досрочно, хотя, в принципе, Валкан там довольно-таки неплохо так огрызался, да. Это крайний поединок Доминик Рейс, который, в принципе, по большому счету, за свои крайние поединки отдал столько здоровья в октагоне, что, ну, лезть в такие размены, в такие зарубы для него было, это смертельно, а он это и делал, и, соответственно, проиграл, да, хотя, в принципе, тоже давал конкурентный, такой неплохой поединок про Хаски. Но в какой-то момент уже начал ломаться, да, и там про Хаска, конечно, его очень сильно начал трепать, отнимать много здоровья, наносить огромное количество ущерба и так далее, и так далее. Поэтому, если посмотреть на оппозицию Тейшеры, то там, ну, просто акулы, вот, кто бы что ни говорил, да. Начиная, там, допустим, с того же самого Никиты Крылова. В тот момент Никита Крылов показывал хороший результат, это, в принципе, хороший топовый боец на тот момент был, да. Прошел его, хорошо, раздельным решением судей, но, однако. Дальше идем. Побеждал Энтони Смита. Энтони Смит – это тоже хороший топ. Тиаго Сантоса – тоже хороший боец. В крайнем поединке вообще без каких-либо проблем просто снес действующего чемпиона UFC Яна Блаховича. Ну, мы знаем, да, что Блахович – это тоже, как бы, боец. Если мы не будем подбирать сюда формулировку топовый, да, а отставим вот эти вот, там, чемпионские пояса, его регалии, то это тоже боец просто потрясающий, с хорошей, в принципе, борьбой, с хорошей защитой, да, с хорошей ударной техникой. Что сделал с ним Тейшера? Он просто съел его, как это говорят, да, в простонародье. Проглотил, съел, проглотил, называйте это как хотите. То есть, соответственно, действительно ли заслуживает здесь быть фаворитом про Хаска? Это, на самом деле, для меня это вопрос очень сложный, действительно сложный. Здесь на стороне про Хаски молодость, здесь на его стороне антропометрия, да, потому что руки длинные, конечности, да, и в принципе, да, конечности в целом длинные. То есть, боец плюс сюда же относится, что Тейшера у нас провитый боец, его можно уронить, достаточно там по нему хорошенечко, плотно попасть, да, главное не пойти с ним бороться и пробовать его добивать ни в коем случае. Если вы начнете, точнее, не вы, да, непосредственно, а если боец какой-то начинает это делать, то в основном, как показывает практика, восстанавливается Тейшера в партере, да, и переворачивает ход поединку уже непосредственно в свою сторону. Соответственно, вот эти все, скажем так, минусы для Тейшеры, они заставляют, скажем так, меня не выбирать его. Хотя, в принципе, вот признаюсь честно, в этом поединке я буду болеть за Тейшера, потому что, посмотрев поединки про Хаски, ну, как я уже сказал, да, ну, нет там какой-то скорости, с которой, мне кажется, ну, не должен справиться Тейшера. Ну, скоростные показатели там не такие крутые. Сможет ли Тейшера перевести в партер? Да я думаю, сможет, ребят, потому что посмотрите на поединок про Хаски против Рейса. Даже Рейс умудрился перевести, но за счет того, что у него, в принципе, нет навыков работы, да, в партере, ну, я имею в виду, нет навыков на высоком уровне, соответственно, оттуда про Хаска поднялся, встал, смог встать, да. Если переведет Тейшера, я думаю, он в этом же положении, скорее всего, про Хаска и закончится. Ну, точнее, либо он закончится про Хаска, либо про Хаска закончится. Поэтому, ребят, вот чисто всей душой буду болеть за Тейшеру. Но в плане ставки, не знаю, если вам нравится Тейшера, можете забирать, почему нет. Но в плане ставки я бы рассмотрел здесь такие варианты, как четвертый раунд не начнется за 1.5 коэффициент, да, тотал меньше двух с половиной раундов, то есть, соответственно, третий раунд не начнется, там, коэффициент 1.7. В принципе, за такие цифры, я думаю, плюс-минус для тех, кто хочет забрать про Хаску, там, того же самого за 1.5, да, я думаю, что к моменту турнира он, наверное, еще его подгрузит, и коэффициент, скорее всего, упадет. Соответственно, я думаю, что здесь либо про Хаска быстренько закончится Тейшера, либо Тейшера переведет до в партер, где, как я уже говорил, у него просто сумасшедшие навыки, и, скорее всего, он закончит там ход поединка. Поэтому здесь для меня перспективнее и интереснее смотрится конкретно тоталы меньше по раундам. Ну и, соответственно, да, кому там, кто хочет максимально пощекотать себе нервишки, могут взять там в первом раунде, бой закончится в первом раунде за большой коэффициент. Но моя ставка это тотал меньше 3.5 раундов и тотал меньше 2.5 раундов. В общем, да, друзья, вот такое вот у меня мнение касаемо этого поединка. Теперь интересно послушать, что вы думаете. Все свои мысли, да, все свои прогнозы, скажем так, оставляйте в комментариях. Все прочитаем, на все будем стараться отвечать. Также, ребятки, не забывайте подписываться на мой YouTube-канал, прожимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, потому что на этой неделе их будет очень много. Ну а я вынужден с вами попрощаться. Всем пока, хорошего дня.